Добрый день! 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 Ассали любит музыку с детства, в свободное время занимается вокалом. Учится петь казахские песни и играть на дамбре. Особенно его увлекает творчество Абая. Я с первого курса начал изучать казахский язык. Записался в студию вокала при университете. Научился петь песни Абая. Исполняю их на городских и республиканских конкурсах. Асабрина Мухабадзив, как считала всего два месяца, за это время успела выучить 300 слов. По ее словам, у казахского и фарсийского есть определенные сходства. Поэтому новый язык дается ей легко. Мне нравится учиться в Казахстане. Я пока не говорю на казахском, но уверена, что быстро научусь. Казахский язык очень богатый, где-то перекликается с моим родным фарси. Поэтому он меня увлекает. Многие наши преподаватели говорят на английском. Это облегчает общение. Мы разделяем интерес студентов к казахскому языку, поддерживаем их, помогаем. Сначала заучиваем отдельные слова, потом учим их строить предложения, выражать мысли. В любой профессии умение общаться имеет большое значение. Большинство иностранцев, обучающихся в Кукшетауском университете имени Шукана Уалиханова, студенты медицинского факультета. По словам будущих врачей, на их родине казахстанское образование считается престижным. У нас на сегодня обучается 757 студентов. Из них 331 студенты обучаются на английском языке. 95% это из Индии. Поступили к нам из Бангладеш, Афганистана и Пакистана. Почему именно выбирают наш университет, почему мы принимаем студентов на английском языке, это связано с развитием Центрально-Азиатского хаба по развитию образования. В этом году преподаватели разработали авторскую программу по изучению казахского языка для иностранцев. Большинство зарубежных студентов настроены не только освоить профессию, но и выучить новый язык и узнать казахскую культуру. Алишер Ашимов, Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Кукшетау, 24КЗ. Вторую жизнь раритетным автомобилям дает пенсионер из Кустанайской области. 73-летний умелец восстанавливает и ремонтирует их в своем гараже. На колеса он уже поставил 4 машины, в их числе яркий кабриолет из старой «Волги». О том, как профессия стала жизненным хобби в материале Натальи Строковой. Такой кабриолет из прогнившей «Волги» Юрий Смамедов сделал за два года. Дизайн, интерьер, замена деталей – все своими руками. Я ее купил, ну, металлоломную, старую такую. Вот решил сделать кабриолет. Все вот это перешивал, заказывал, привозил, сам все собирал. Вот так собрал машину для души. Иногда летом катаемся. Во сколько обошелся такой рестайлинг, пенсионер не подсчитывал. Однако дороже всего стоит обшивка салона и родные запчасти. Искать их помогает сын. Оригинальные запчасти выписываем с разных городов. Москва, Санкт-Петербург. Хром, бампера, решетка, поворотники. Там даже вплоть до резиночки разные. Очень уникальные уже вещи. Он живет этим. Каждый день он просыпается. В 6 утра он идет в гараж. В прошлом Юрий Смамедов – водитель. С молодых лет – ударник труда. В семейном архиве десятки почетных грамот. После выхода на пенсию профессия переросла в хобби. Помимо кабриолета, мастер реанимировал 412-й «Москвич» и две машины «Газ-21». Кузов в ней старого образца, а ходовая вся уже современная стоит. Душа радуется, когда что-то сделаешь. Получаешь адрелялин, что ли. Мне все говорят, ты что, хватит тебе уже работать. Тебе 73 года, ты как молодой. Мне интересно вот с машинами заниматься. Что-то интересное сделать. В планах у пенсионера еще несколько автопроектов. Заготовки ждут своей очереди во дворе. Речи о продаже от реставрированных моделей нет. Хотя предложения поступают регулярно. А вот на ретро-фестивале и выставке машины ездят часто. Очередная экспозиция проходит на современном автозаводе. Наталья Строкова, Сергей Трахтемберг, Устанайская область, 24КЗ. Сегодня в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения премии «Оскар». По почетам экспертов, мероприятие обошлось организаторам в 100 миллионов долларов. За звание лучшего фильма этого года поборются 10 кинолент. Среди них «Опенгеймер», «Барби», «Американская чтива» и другие. «Опенгеймер», как отмечают эксперты, фаворит церемонии этого года. У него 13 номинаций. На 11 статуэток претендует фильм «Бедные несчастные». При этом у самой кассовой ленты прошлого года «Барби» номинаций всего 8. Претендентками на звание лучшей актрисы стали Эмма Стоун, Кэрри Маллиган и Сандра Хюллер. Приз за лучшую мужскую роль могут получить Киллиан Мёрфи, Брэдли Купер и Джеффри Раш. Отмечу, в четвертый раз ведущими мероприятия станут американские комики и телеведущие Джимми Ким. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи!